В этом видео рассмотрим, как сделать вот такой портал. Привет, друзья! С вами Денис Кожар. На своем канале я рассказываю секреты и фишки компьютерной графики. Также показываю по шагам, как дойти до результата. Если ты хочешь больше интересных видео, обязательно подпишись на канал и оставь какой-нибудь комментарий. Мы начнем с того, что удалим все вот эти предметы, они нам не нужны, и сделаем плоскость. Мы сразу зададим форму портала, вот эту вот арочную систему, и от нее уже будем дальше разрабатывать всю сцену. Здесь, если какие-то действия вам покажутся слишком быстро сделанными или мало объяснены, они все объяснялись в предыдущих видео, и если вы впервые на канале, обязательно посмотрите предыдущие ролики. Там я гораздо подробнее объясняю какие-то функции. Итак, здесь я нажму GZ и выберу 1 метр или 1 единицу измерения, чтобы просто поставить его где-то вот сюда, в начало координат. Дальше мы переходим в режим редактирования, выбираем эти точки и поднимаем повыше. Нам нужно задать вот этот прямоугольник, из которого потом получится арка. Делается это очень просто. Мы нажимаем Ctrl-Shift-B для того, чтобы сделать Bevel для вот этих точек. И тут такой важный момент, в зависимости от того, как вы масштабировали объект. Если мы нажмем N, здесь в параметре Scale, Dimensions, если Scale поменялся, то Bevel будет работать не совсем адекватно. Поэтому вам придется нажать Ctrl-A и применить масштаб. После этого Bevel как модификатор, так и внутри редактирования объекта будет работать гораздо лучше. Нажимаю Ctrl-Shift-B, дальше колесом мыши накручиваю дополнительные сегменты. Приблизительно вот так. Здесь можно, чтобы вот эти точки вверху почти пересеклись. Дальше мы их выбираем, нажимаем M на клавиатуре и выбираем Merge at Center, то есть их соединить в центре. Дальше я выберу вот этот полигон Face и нажму X и здесь выберу Delete Only Faces. Так я удалю только вот этот полигон и все эти же точки останутся. Мне еще не нужен Edge вот здесь, поэтому я его тоже удалю и у меня останется вот такой контур. Из этого контура я нажму 2, выберу все, нажав клавишей A, нажму E для Extrude и выдавлю буквально вот настолько, наверное, чтобы задать вот эту форму арки. Затем выбираем все и тут нажимаем Alt-E для того, чтобы выбрать Extrude Face, Alone Normals и так мы сможем выдавить вот эти фейсы и получить вот такую основу для арки. Хорошо, дальше я нажму Ctrl-R и вот так вот добавлю 2 edges здесь и здесь тоже Ctrl-R, колесом мыши накручиваем и правой клавишей мыши отменяем действие инструмента. Так я получил вот такую арку. Дальше мне нужно сделать, добавить дополнительных кусков, которые будут ко мне сидеть на этой арке. Для этого я выберу, например, полигон вот здесь, дальше каких-нибудь 2 вот тут, 2 вот здесь и через 1 еще 2 как-нибудь, может быть, вот так. Дальше мы можем нажать Shift-D. Мы скопировали, дальше я нажал Escape, чтобы отменить вот это перемещение. Я нажимаю P и выбираю Selection. Так у меня получится, что есть отдельно вот этот объем и есть отдельно вот этот. Хорошо, здесь я перемещу Origin в 3D-курсор, в центр сцены, там где ее начало, правый клик мыши, Set Origin, Origin 3D-курсор и то же самое для этого. Set Origin, Origin в 3D-курсор. Так я точно буду знать, что масштабирование у меня будет происходить относительно этой точки. Здесь, выбрав все вот эти полигоны, я нажму Alt-S для того, чтобы масштабировать вдоль нормали объекта. Так он их вот так вот отдалил. Важно здесь не простое масштабирование, а именно Alt-S я нажал. Хорошо, после этого я могу нажать Alt-E для того, чтобы выбрать Extrude Face All Normals и вот так вот выдавить вот эти полигоны сюда. Затем выбираем все и масштабируем по оси Y. Вот так вот, после чего у нас получается вот какая-то такая интересная форма, с которой мы уже можем работать. И дальше принцип будет такой же, как и во всех предыдущих уроках, когда мы делали дополнительные фаски. Вы можете выбрать, например, Edge, нажать Ctrl-B. Здесь убираем количество Edge до 1 и делаем какую-то вот такую фаску. Затем берем точку, нажимаем 2 раза G и у нас получается вот такой скос. И вот таким же образом вам надо пройтись по всем Edge, по всем частям данного объекта. Я сейчас не буду тратить много времени, потому что на самом деле это половина всей работы, которая от вас требуется для того, чтобы сделать вот эту стилизацию. Если вы хотите посмотреть мой файл, в котором я работал, в котором я сделал иллюстрацию, вы можете это сделать, приобретя подписку на Patreon. Итак, вы поддержите материально этот проект. У меня будет возможность выпускать большее количество видео. И у вас будут какие-то приятные бонусы, которые я не буду выкладывать в открытом доступе. Так, хорошо. Дальше не забудьте добавить такие же изменения и на саму арку, которая у нас вот здесь внутри. Вот как-то так. И продолжайте в таком же духе, пока вы не проработаете всю эту иллюстрацию, всю эту геометрию. Я уже говорил, я сейчас не буду тратить на это большое количество времени, иначе урок будет слишком длинным. Нам нужно понять, как все остальное делается. Дальше самое интересное это создание вот этого портала. Я нажимаю Shift-A, выбираю Plane и здесь я его поверну на 90 градусов. Если кто-то не знает, это адаптированный перевод урока от Polygon Runway. Ссылка будет в описании под видео. Так, здесь я передвину вот эту плоскость сюда, в Wireframe, то есть чтобы я видел, как это все происходит. Окей. Дальше я добавлю вот так через Ctrl-R несколько полигонов, добавлю еще один здесь. И по итогу у нас получается вот такая сетка. Если в Wireframe посмотрим, все это выглядит вот так. Нажимаю тройку, выбираю все, нажав Ctrl-A. И дальше, или просто клавишу A. Да, у нас просто клавиша A назначает здесь выбрать все. Дальше мы выбираем Subdivide и можем еще раз нажать Subdivide. И так до тех пор, пока вас, ну как бы, выдерживает компьютер, сильно здесь уходить далеко не надо. Но вот приблизительно вот такая сетка. Чем более плотная она будет, тем более качественным будет вот эта вот штука в портале. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Так, дальше нам нужно добавить модификатор Displace. Вот он здесь. Тут он сразу вытащил вот эту плоскость туда, потому что как бы сработал и выдавил на единицу. Здесь я поставлю значение, сейчас небольшое, просто чтобы мы видели разницу 0-320, например. В зависимости от масштаба сцены это может отличаться. И дальше здесь мы выбираем текстуру новую. Я здесь просто щелкнул. Потом идем в настройки этой текстуры. Здесь меняем Image of Movie на текстуру будет процедурную, которая есть в Blender. Здесь мы поменяем паттерн на Ring Noise, чтобы получить круг. И я надеюсь, вы уже улавливаете, угадываете смысл того, что мы будем делать. Так, я могу в Displace отрегулировать силу, буквально как-то вот так. И затем я добавлю пустой объект Empty, Plane Access, вот как-то так. Дальше нам нужно для текстуры указать, наверное, в самом Displace, да. У нас здесь есть координаты локальные, а нам надо поменять на объект и выбрать вот этот Empty. Так мы, перемещая вот этот Empty объект, можем менять положение вот этой текстуры. Я нажму на этой плоскости Shade Smooth, чтобы она вот так вот сглаженно отображалась. И мы можем сам Empty вот так вот скейлом отмасштабировать, чтобы получить более интересную по масштабу текстуру. Итак, это основные вещи, которые нужно знать для создания вот этого портала. Дальше вы можете добавлять дополнительную геометрию для того, чтобы сделать окружение. Я отмасштабирую по оси Z, перейду наверх, вот так вот. Сейчас я хочу сделать ступеньку, которая будет возле этого портала, чтобы он не висел в воздухе, а как бы на чем-то стоял. Так, по оси Z еще отмасштабирую, может быть, как-то вот так. Да, это неплохо. Дальше я перехожу в режим редактирования, нажав Ctrl-R для того, чтобы добавить несколько сегментов так и несколько сегментов здесь. После чего опять повторяем то же, что было там, нажимаем Bevel, и вот сейчас вы можете видеть, насколько он не совсем корректно себя ведет. Выходим из редактирования, нажимаем Ctrl-A, применяем масштаб Scale. Так, и теперь нажимая Ctrl-B, у меня нормальный Bevel, все так, как мне бы того хотелось. И дальше я могу как-то дополнительно изменить вот эту геометрию, например, здесь, здесь, как вот так, сюда, тут какой-то скос. А здесь мы можем взять вот эту плоскость, нажать Ctrl-B, эту точку тоже вытяну сюда, вот так, это задвину сюда, и здесь последняя как-то. Вот так может быть. Сейчас я не слишком стараюсь, я просто хочу показать общий смысл, по которому вы должны делать самостоятельно. Дальше нажимаем Shift-D, копируем эту ступеньку, переходим в режим редактирования, в вайфрейм, и в виде сверху я вот так вот раздвину вот эту плоскость. Я сейчас не использую масштабирование, чтобы не испортить те пропорции или тот характер скосов, чтобы он был похожий, потому что мне нужно вот буквально в этих пропорциях, в этой проекции отмасштабировать. Сейчас это очень похоже на то, что у нас сверху логично, что мы тут взяли копию. Я нажимаю R, Z и поверну на 180 градусов. Так, я вот этой задней стороной отразил или, ну, сделал симметрию зеркала, как угодно. Это называйте. В общем, у нас получился вот такой подиум, который не сильно повторяется. Дальше можно добавить немножко камней, либо какой-то плитки. Тоже нажимаем Shift-A, выбираем куб. Вот так вот, отмасштабируем его. Вот так, как-нибудь еще по АСи Z и по АСи Y. Вот, что-то вот такое, может быть, чуть поменьше. Да, дальше тоже применяем масштаб, Ctrl-A. Применить масштаб. Так у нас здесь в Scale все единицы стали. Переходим в режим редактирования, выбираем какую-нибудь плоскость. Делаем ей фаску. Эту здесь, эту, например, как-нибудь. Вот так. Дальше для вот этих точек. И перемещаем как-нибудь вот так вдоль своей плоскости, чтобы получить более интересный рисунок для вот этой плитки. Вот так. Ну, что-то, например, вот такое, может быть, вы сделаете это иначе. Как-нибудь так, как вам самим будет нравиться. Дальше я перемещу это вот здесь. И случайным образом мы просто добавляем мелкую детализацию. О том, как детализации крупные, мелкие, средние формы, как их между собой сочетать. Обязательно посмотрите выступление Глеба Александрова. Он очень хорошо это написал, рассказал. Чтобы мне сейчас не цитировать всю его лекцию. Она, скорее всего, есть уже в каком-то русскоязычном переводе и в виде статьи, и в виде видео, скорее всего, тоже есть. Обязательно посмотрите, если это не видели. Оно вам даст некоторое понимание того, как вы можете располагать детали, в каком приоритете. Ну, в общем, посмотрите и поймете все сами. Так, здесь я делаю еще пару копий. Как-нибудь вот так. Можно попробовать по CZ-ПР 90 градусов. Потом по осевай. Может быть, как-то вот так расположить. И буквально еще пару штук можно бросить друг на друга. Вот здесь, вот так. Хорошо. Теперь у нас есть какой-то общий антураж. Я надеюсь, вы добавите чуть больше деталей. Ни в коем случае не оставляйте их висеть в воздухе, чтобы это выглядело адекватно. Так, и когда вы добавите деталей, нам нужно добавить еще немножко. Это вот эти растения. Они тоже делаются довольно просто. Нажимаем Shift и выбираем плоскость. Можно изолировать ее. Здесь в View выбирайте Local View. И дальше я отмасштабирую по оси X приблизительно до размеров листа у растения. Дальше нажимаю Ctrl-R, добавляю в центре одну линию. Добавлю здесь несколько линий. И мы сразу можем выйти из Object Mode, нажать Ctrl-1 для того, чтобы применить модификатор Subdivision Surface. Он применит сглаживание. Здесь я по оси X вот так отмасштабирую. Здесь как-нибудь вот так. Добавим один листочек здесь. И делаем как-то вот так. Дальше мы можем задать общую форму листа. Посмотрим. Так, у нас вот здесь эта часть. И нам нужно в режиме Wireframe выделять все части. Как-то вот так, наверное, вот сюда подниму. И вот таким образом вы можете видеть, что у нас уже есть какая-то форма листика. Дальше, для того, чтобы сделать его интереснее, здесь я поставлю, выйдя правый клик мыши, Shade Smooth, чтобы он отображался гладким. Сам вот эту часть я нажму Ctrl-B. Добавлю вот такую фаску. Нажму Ctrl-R. Вот так вот прорежем. Вот эти две точки можно выбрать и соединить, нажав G, Join. Дальше выбираем их две. Нажимаем M и выбираем в центре, чтобы он их замерзал. И вот так вот туда вытягиваем тоже вот эти две точки. Выбираем M в центре, мерзем их. Так, и вот эту часть. Вот проверяем, чтобы у нас здесь была одна точка M. AdCenter не слушается сейчас. Так, хорошо. На время выключим Subdivision Surface, чтобы он не отвлекал. Посмотрим, что здесь в геометрии. Вот эти две точки можно соединить, нажав Join. Дальше эту с этим. M, AdCenter соединили. И вот эту с этой M, AdCenter соединили. Хорошо. Да, и если хотите, можно вот здесь тоже от вот этой точки сделать разрез вот сюда. Вам на самом деле не обязательно делать вот прям точь-в-точь такую же геометрию. Здесь нажму пробел, чтобы применить. Хорошо. И дальше уже такой момент за вами. Вот такой листик получился. Здесь понять общий принцип и дальше делать уже по-своему, как вам больше нравится. Я выберу вот эти Edge. Нажму M и выдавлю сюда, в эту сторону. Так, здесь можно это вот сюда задвинуть и как-нибудь вот это вот так. Ну, например, что-то в этом ключе. Затем мы выбираем точку вот здесь, нажимаем Shift-S, курсор в выделенное и относительно этой точки мы будем вращать этот лист. Нажимаю Shift-D, Escape для того, чтобы сбросить перемещение. Нажимаю RZ и тут надо передвинуть Origin в 3D-курсор для этого листа и для этого тоже. Так, RZ с Control поворачиваю на 120 и могу слегка вот сюда отодвинуть. Здесь Shift-D, Escape, RZ и вот так вот на 120 градусов тоже слегка отодвинуем. Затем выберу их три, оба. Shift-D, перемещаем чуть повыше, RZ и как-то вот так поворачиваем. Затем масштабируем, опускаем чуть ниже и начинаем слегка вращать. Вот так, этот лист сюда, этот как-то вот так, этот наоборот вниз и вот этот как-нибудь. Ну, например, вот так. По итогу у нас получилось вот такое растение. Выбираем все. Выбираем какой-то лист, нажимаем Ctrl-J для того, чтобы соединить их все. Снова выходим из режима редактирования, смотрим, что возможно это растение слишком большое. Как-то поворачиваем его, масштабируем и ставим уже где-то вот здесь. И у нас получается вот такой антураж. Дальше я скопирую сюда, уменьшу, поверну как-нибудь вот так. Сделаю еще одну копию, перемещу вот туда, наверх. И от масштабирую я тоже еще поменьше сделал. Например, как-то вот так. Вы можете дальше поработать с этой сценой, добавить каких-то плиток, сделать это все интереснее. Может быть, добавить среди них вариацию в размере. Как-то вот так, например. Дальше мы сделали основные элементы и добавляем камеру. A, выбираем камеру. Я нажму Alt R и Alt G для того, чтобы сбросить вращение и местоположение этой камеры. Отодвину ее куда-нибудь вот сюда. Дальше нажимаю RX. Повернул на 90 градусов. И вот здесь, когда курсор поменяется на крестик, вытягиваю дополнительное окно. Тут я нажимаю 0 на нампаде, либо View. Здесь камера и вид из камеры, Active Camera. Дальше перемещаем как-то вот так. И можем сдвинуть куда-то вот сюда, повернуть как-то вот так, чтобы это все в кадре смотрелось. Тут возможно нажать G два раза Z, чтобы по локальной оси Z переместиться и отодвинуть вот так, чтобы этот портал был в центре кадра. Хорошо, обязательно сохранитесь. Дальше создадим плоскость. Нажимаем Shift A, выбираем Plane. Это у нас будет подложка. Вот так вот ее масштабирую. Перемещаю здесь пониже, чтобы все объекты находились на плоскости. Например, как-то вот так. Дальше переходим в режим редактирования. Выбираем вот этот Edge, выдавливаем его. Здесь добавляем фаску. Ctrl B вот так вот накручиваем. Выходим из режима редактирования. Shade Smooth. Дальше поворачиваем по оси Z как-то вот так, чтобы просто в камере у нас сзади была ровная подложка. Это то, что мне нужно из основного для создания этой сцены. Сохраняюсь. Могу нажать Ctrl Shift. Ctrl Shift S. Здесь выбрать плюсик. Сохраниться как новую копию. И тут добавлю источники света. Мы перейдем в настройки рендера. Включим Ambient Occlusion, Bloom, Screen Space Reflections. И здесь очень важно. Для того, чтобы у нас материал стекла был как стекло в Иви, нам нужно включить здесь Refraction. После того, как мы это включим, у нас стекла будут отражать и пропускать через себя свет, преломлять лучи света, как они это должны делать. Хорошо. Дальше в Shadows я включаю Hype Depth и меняю Cascade Size и Coupe Size на одно значение больше. 1024-2048. И пока что этого достаточно. Здесь можно поменять на режим Render. Тут мы видим вот этот источник света. Его можно поднять куда-то вот сюда. И для удобства я поставлю здесь Object Constraint. Track to. Выбираю Portal или Empty. Так. И после этого меняем яркость источника света. Например, на каких-нибудь 2000. Хорошо. Пока он очень близко находится, это очень ярко. Но мы это все настроим. Я перехожу в настройки World. И здесь оставлю 0, чтобы мировое освещение было нулевым. Никакой света оно пока не давало. И дальше мы настраиваем какую-нибудь любую схему освещения, которая вам нравится. Проще всего это сделать трехточечное освещение. То есть у нас трех сторон. С этой стороны мы поставили источник света и дали вот этот объем. У нас здесь считается свет, тень. И за счет этого получается объем. Это очень важно. Потому что если вы добавите второй источник света одинаковой мощности, вы убрали вот эту тень. И весь объем потерялся. Мы его добавляем для того, чтобы смягчить и сделать эти тени не такими черными. Здесь я, например, поставлю 500. И вы видите, что если я нажму H и спрячу, тени очень черные и контрастные. Если я верну, они становятся более мягкими, но все равно есть. И это очень важно, чтобы объем читался в нашей композиции, в нашей сцене. Таким образом мы сделали простую схему освещения. И дальше можем еще одним источником света. Я нажму Shift D. В Object Constraints я уберу Track To. И здесь по оси Х поверну вот эту источнику вот так. И по оси Z вот это вот сюда. Дальше в настройках меняю ему, например, на 5000. Возможно, это много. Две с половиной. Вот так. И он у нас будет работать на подсветку фона. Хорошо. На мой взгляд, уже здесь, сейчас, когда мы понимаем общую композицию, мы можем добавить источником света какой-то оттенок. Проще всего совмещать теплый с холодными. Так, например, если мы делаем с этой стороны теплый источник света, значит, с этой стороны надо сделать холодный. Ему противоположный. Например, какой-то вот такой. И дальше я фон, соответственно, тоже подсвечу более холодным источником света. Каким-то вот таким. Итак, у нас получается уже цвет есть. И нам нужно назначить материалы. Давайте это сделаем. Начнем с самого интересного, самого привлекающего внимания материала. Это портал. Так его назовем. Портал. Обязательно сохраняйте. Не стесняйтесь делать копии сцен, чтобы вы могли вернуться и что-то поменять. Здесь я включу трансмиссию. Это прозрачность, чтобы сделать его стеклянным. И здесь включаем Screen Space Refraction. Так мы можем видеть, что он у нас уже стал каким-то вот таким вот отражающим. Это то, что нам надо. Дальше мы можем поменять Transmission Roughness. И поменять параметр Roughness вот здесь. Для того, чтобы поменять степень отражаемости. Если вам недостаточно отражаемости, вы можете еще включить параметр Metallic. И так вы добавите еще какого-то блеска. И тут вы уже смотрите на то, что вам надо получить. То есть, если у нас будет работать Metallic, он у нас не будет так сильно пропускать то, что сзади. Он перестанет быть таким стеклянным. В общем, смотрите на тот эффект, который вы хотите получить. Здесь я могу добавить, может быть, какое-то такое значение Metallica. Попробуем поменять Base Color. Так, вы видите, мы можем поставить какое-то вот такое контрастное значение. И вот так у нас уже получается сдалека что-то напоминающее портал. Для камней мы ничего сложного выдумывать не будем. Это просто Base Color, у которого понижен значение Sturation. Здесь выбираем тот же материал. Дублируем его, нажав на вот эту цифру. И сделаем чуть темнее. Вот так. Либо можно наоборот. Сюда поставить второй материал. А на вот эти штуки поставить первый материал, чтобы они не висели как бы в воздухе. Дальше вы тоже самое делаете для вот этих. Я выберу первый материал. Здесь тоже. Для вот этой плитки можно выбрать, нажать Shift-G. И иногда это поможет выбрать похожие объекты. Но в данном случае мне это не сильно поможет. Я могу вот так вот здесь в Outliner понять, где все вот эти объекты. Их все выбрать, изолировать. Так, здесь выберу материал вот такой более темный. Тут если мы включим материал Preview, вот он отображается. Выбираем все. Последним объектом выбираем вот этот, чтобы оранжевое выделение было. Нажимаем Ctrl-L. И применить, ну, сделать связь с материалами. Хорошо. Так мы видим уже вот здесь. Вот у нас начинает прорисовываться какая-то картина. Дальше для цветка зададим новый материал. Base Color. Я поменяю на какой-нибудь вот такой зеленый оттенок. Выбираю вот эти цветы. И последним снова кликаем на этом. Ctrl-L. Соединить. Сделать связь материалов. Вот так. Здесь я поменяю параметр Roughness на тоже какой-нибудь более бликующий отражающий. И камни у нас не отражающие. Так мы сделали основные материалы. Основную композицию. Тут вы можете уже на свое усмотрение попробовать добавить каких-нибудь источников света. Например, Point Light. Поднять его вот так вот здесь. Что-нибудь сюда переместить. Сделаем силу яркости. Может быть 500. И поменяем на какое-то такое значение. Здесь если выключить. Вот у нас появляется там какое-то свечение. У нас становится магическим, интересным. Вы можете добавить подсветку снизу. Выбираем Area Light. Поднимаем его вот так вот повыше здесь, чтобы мы его видели. Меняем тип на Rectangle. И на виде сверху в режиме Wireframe. Это проще всего сделать. Вот так. Ставим его в центре. Здесь за вот эти желтенькие вот так вот. Меняем. Выставляем сюда. И поворачиваем по оси Х на 180 градусов, чтобы он светил вверх. Смотрим. Надо поднять чуть-чуть выше. И поставим мощность тоже 500. Вот так. Если хотите, вы можете сделать по всей рамке. Выбрать вот эту арку. И из нее сделать какой-то материал, который будет отсвечивать. И добавлять какое-то интересное освещение. И здесь я попробую выбрать что-то вот такое. Может быть как-то вот так. И у нас вот этот портал сразу заиграл. Стал интереснее. Если вы до сих пор этого не сделали, обязательно подпишитесь на канал. Для того, чтобы поддержать меня материально, вы можете купить какой-то платный продукт. Либо подписку на Патреоне. Там я выкладываю уроки в раннем доступе. То есть там они появятся гораздо раньше, чем на Ютубе. И там же выкладываю файл проекта. Если будут какие-то вопросы, обязательно задавайте их. Я стараюсь читать и отвечать на комментарии по возможности. И дальше, что нам надо сделать в конце для вот этой композиции. Это проверить настройки Color Management. Здесь добавим Medium High Contrast, чтобы сделать контрастнее изображение. И дальше вы смотрите. Если вдруг слишком ярко, вы уменьшаете экспозицию. Если слишком темно, вы можете увеличить экспозицию. Таким образом, вам не надо будет менять яркость источников цвета. После того, как это все сделали, обязательно сохранитесь и нажимайте Render, Render Image. По итогу у вас должно получиться какое-то вот такое изображение. В зависимости от того, насколько у нас было качественно и много полигонов на этой плоскости, будет идти проработка вот этой геометрии. Я надеюсь, что вы потратите чуть больше времени, проработаете всю эту композицию, чтобы она смотрелась интереснее. Также не забывайте о том, что ваше изображение, ваша миниатюра должна выделяться от заднего фона. Что я здесь имею в виду? Сейчас вроде бы все неплохо. Она у нас чуть более темная. И за счет теней она выделяется на том фоне. Здесь я забыл добавить материал. Его можно добавить. И это станет сильно понятнее и интереснее, если мы, например, сделаем контраст. И на темном фоне дадим светлый объект. Так вот, просто изменив цвет материала, Base Color, мы добавили разнообразие. Так, здесь я, наверное, не буду менять тот источник света. И так вы можете экспериментировать, используя Double Cooler или Color. Какие там свои вариации с цветовыми схемами добавлять. Не забывайте о том, что мы выключили в Parameter World. Здесь общее глобальное освещение. Мы можем нажать единичку, вернуть силу. И здесь цвет поменять на какой-то другой оттенок. Посмотрите вот сюда. Именно вот здесь, как только я меняю вот этот цвет, меняется цвет теней. И так вы можете еще больше объединить всю картинку и сделать ее интереснее. И таким образом, если мы сравним вот это, можем поменять слот 2. Но нажать Render Image. Посмотреть, что получится. И между этими двумя слотами можно переключаться, смотреть, что вам больше нравится. И так пробуйте всегда экспериментировать, смотреть, менять какие-то параметры по очереди. И подбирать то, что даст тот результат, который вам будет больше всего нравиться. Свои результаты вы можете загружать в Instagram, меня там отмечать. Я стараюсь также смотреть ваши работы, если что, комментировать или хотя бы лайкать о том, как это все делается. Я думаю, вы уже сами разберетесь. И до встречи в следующих видео. Пока!